Подойдет ли вот такой диммер к этому светильнику? А может не этот, а вот этот? Вообще, как подобрать правильный диммер к светодиодному светильнику? Давайте разбираться. Добрый день, с вами снова Сергей Карабанов. Ранее мы уже рассказывали вам о диммировании, и сегодня я отвечу на наболевший вопрос. Каким же должен быть фазовый диммер, чтобы корректно управлял светодиодными диммированными светильниками? Для начала о том, как вообще работает фазовый диммер. Напряжение в розетке меняет свою полярность 50 раз в секунду. На графике это выглядит как синусоид. Диммер при работе задерживает напряжение в нуле, а потом резко включает его, тем самым снижая площадь под графиком и среднеквадратичное напряжение. Такое диммирование называется по переднему фронту и подходит для индуктивной нагрузки типа L. Например, электромагнитных трансформаторов, люминесцентных или низковольтных галогеновых ламп. Светодиодный светильник имеет драйвер или блок питания, в котором расположены конденсаторы. Это емкостная нагрузка тип C, и ее нужно диммировать по заднему фронту. Существует еще резистивная нагрузка тип R. Это обычные лампы накаливания, и они прекрасно работают с любым типом диммирования. При выборе диммера обращайте внимание на параметр тип нагрузки. Если там написано C или RC, такой диммер умеет работать по заднему фронту и подойдет для светодиодных светильников. Некоторые диммеры позиционируются как универсальные для всех типов нагрузки. В таком случае у диммера есть либо автоматический, либо ручной выбор типа нагрузки, а с ним и фронтодиммирование. Конструкция и дизайн диммера при этом значения не имеет. Он может быть поворотным, нажимным, или даже в виде устройства на динрейку от системы умного дома. Кстати, ранее мы записывали видеообзор на диммируемые блоки питания, в котором весело кидались вот этим самым диммером. Ставьте класс, если видео вам понравилось, и подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе свежих выпусков. Пока!